В Люберцах чемпионов будут воспитывать со школьной скамьи. Округ стал участником проекта «Самбо в школу». Благодаря федеральной программе в инженерно-технологическом лицее появился зал для занятий боевым искусством. Его открытие совпало со стартом чемпионата Московской области по самбо. Впервые площадкой для проведения соревнований стал дворец спорта «Триумф». Мы здесь всюду говорим, что Люберц – это территория спорта. Мы сегодня еще один шажок делаем в развитии спорта «Люберц». И я сегодня хотел бы пожелать, пусть будет сильнейший. На кону право занять место в сборной Московской области на ковре более ста спортсменов из десяти муниципалитетов. К участию в чемпионате допущены сильнейшие самбисты региона. Обязательное требование к участникам иметь как минимум второй взрослый разряд по самбо. Ведешь сейчас по атакам, темп не избавляй! Здесь борются и мастера спорта международного класса, и заслуженный мастер спорта у нас здесь борется. И я про мастеров спорта вообще не говорю. Тут целый рост серьезных спортсменов, которые конкурируют на самом высоком уровне. Честь округа на арене «Триумфа» защищали 17 люберчан. Мастер спорта Алексей Шкоров – самбист с 20-летним стажем. Свой спортивный опыт передает воспитанникам Люберецкой школы номер 28. Растит будущих чемпионов, но и о своей спортивной карьере не забывает. На ковер областных соревнований не помешала выйти даже недавняя травма ноги. Я затопировал ее, болит, но во время схватки, как такой боли ты не чувствуешь, поэтому борешься и борешься до конца, как говорится. Ярослав Кузнецов о ковре больших соревнований пока только мечтает. Приемы самбо школьник отрабатывает пять лет, делает первые успехи и ставит амбициозные цели. Я хочу стать желательно олимпийским чемпионом, конечно хочется, но как минимум стать мастером спорта. Осуществить спортивные мечты поможет федеральный проект «Самбо в школу». В учебных заведениях страны он открывает залы для занятий единоборством и предлагает посвятить его освоению каждый третий урок физкультуры. 850 российских школ уже приняли это предложение. Среди них Люберецкий инженерно-технологический лицей. Первое занятие по самообороне его воспитанники уже получили. Мы учим детей элементом самбо. То есть правильно падать, хулиган на улице напал, что нужно сделать, как освободиться от захвата. И вот если ребенку это на уроке физкультуры понравилось, то мы тогда предлагаем ему в этом же зале, в этой же школе уже заняться профессионально нашим видом спорта, где будет с ним заниматься не учитель физкультуры, а тренер. Проект «Самбо в школу» стал новой ступенью сотрудничества округа с Всероссийской Федерацией Самбо. Сегодня в Люберцах этим боевым искусством занимаются около полутора тысяч человек. По всеобщим надеждам федеральная программа поможет приумножить это число. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Субтитры создавал DimaTorzok